Илья Сенчуров И в начале нашей встречи я хотела бы, чтобы вы рассказали вообще о молодежной политике в нашем муниципалитете Ну в целом молодежная политика и в нашем муниципалитете, и в Московской области состоит из нескольких направлений Это добровольчество, оно же волонтерство, это творчество и это патриотика Патриотика это наши патриотические клубы участвуют в мероприятиях соответственно патриотической направленности Творчество это организация мероприятий и помощь организации мероприятий И добровольчество, волонтерство это помощь на безвозмездной основе Про волонтерство сейчас такая актуальная тема, активно развивается именно молодежное волонтерство Расскажите более подробнее В целом в каждом городском округе Московской области есть волонтерский корпус Он называется волонтеры Подмосковья Это волонтеры, которым уже исполнилось 14 лет Собственно говоря, могут вступить в этот корпус и оказывать содействие Помогать в проведении мероприятий, помогать в адресной помощи Вот у нас такого актива насчитывается порядка 200 человек Это все дети не старше 18 лет То есть это от 14 до 18 получается От 14 до 18, но как правило Все школьники Это дети 16 лет уже, в таком более-менее осознанном возрасте, которые находятся Которые закончили 9 класс или заканчивали 9 класс И активные непосредственно молодежи У нас 50 человек, это люди, на которых мы можем рассчитывать на каждом мероприятии А вот общий корпус человек 200-250 Это всего волонтеров, зарегистрированные на территории нашего округа Это вот вы почитали за прошлый год или вот в этом году уже присоединились ребята? У нас есть регулярный реестр молодежи При помощи интернет-ресурсов мы отслеживаем каждого человека, который зарегистрировался И который становится официально волонтером Как попасть в это объединение? Вот школьникам расскажите, какая система? Как вас найти? В принципе, мы ходим по школам и рассказываем о творчестве, о патриотике, о волонтерстве Предлагаем ребятам вступить в наши волонтерские отряды Оставляем свои визитки для того, чтобы получить какую-то обратную связь Рассказываем ребятам, где надо зарегистрироваться, как получить волонтерскую книжку Сейчас по-современному уже это называется ID Раньше были волонтерские книжки, которые от руки писались Теперь это все в электронном формате Самое главное заинтересовать ребенка стать волонтером И поскольку волонтеры это люди, которые работают на безвозмездной основе Их надо заинтересовать таким современным словом для молодежи профитом Что человек может получить за то, что он становится волонтером И в большинстве случаев ребята очень ценят то, что начисляются волонтерские часы за каждое мероприятие А эти волонтерские часы конвертируются в баллы, которые дополнительно приплясовываются к баллам по ЕГЭ И помогают при поступлении в ВУЗ И когда уже ребенок понимает, что он может получить дополнительные баллы Он в принципе сам нас вполне может найти и вступить в наши ряды Давайте поговорим про творческое направление То есть здесь тоже как-то вы привлекаете, может быть, какими-то концертами, праздниками Ну творческое направление, оно на самом деле развивается не так масштабно, как волонтерство Почему? Потому что в принципе у отдела по работе с молодежью нет такого понятия, как организация мероприятий У нас в принципе мероприятий всего три в год День молодежи, день студента и день волонтера Собственно говоря, именно на таких вот праздниках волонтерам дается, скажем так, полная воля того, чтобы что-то придумать Что-то организовать, что-то делать свое В большинстве случаев волонтеры, они помогают на тех мероприятиях, которые уже есть, которые уже придуманы Оказывают содействие А здесь у них есть действительно вот полет фантазии, творчества Придумать интересные площадки, интересные мероприятия А можете перечислить, пример какой-нибудь привести, ну из последних Ну вот, когда был день студента, да, ребята полностью сами волонтеры продумывали, как будет организована дискотека Какие будут стоять интерактивные зоны, какие будут активности, какие будут награды, какие будут подарки То есть это в кинотеатре «Искра» каждый год именно эту площадку выбирают тоже, как ориентируетесь Это в этом году мы вернулись в кинотеатр «Искра» В прошлом году это проходило в библиотеке В этом году мы решили сделать действительно такой тусовочный формат Ребятам дали волю Конечно, они воплотили не все, что хотели Но, тем не менее, мы, ребят, направили в нужное русло это мероприятие, которое они организовали На котором они же сами еще и отдохнули Сейчас будет День молодежи Волонтеры Подмосковья готовят интерактивные зоны Непосредственно волонтерские И плюс продумывают другие интерактивные зоны Для того, чтобы было интересно не только молодежи, но и взрослому поколению, но и детям Ну и не будем забывать, что сейчас очень активна медиа работа И в большинстве случаев требуются интересные какие-то ролики, какие-то интересные находки И волонтеры, в принципе, тоже себя творчески в этом проявляют, снимая ролики Ну, были, да, и проходили какие-то конкурсы, да, в День добрых дел Также ребята выкладывали И не только День добрых дел, а вообще к любому мероприятию крупному, да, которое у нас есть Там, будь то День России, День Победы, даже там День донора Ребятам поступает задание Снять что-нибудь оригинальное Не просто какой-то, да, там, видеоотчет о том, как они поработали, как помогли А сделать это вот в современном стиле, формате рилсов, ну, со вкусом Хорошо, так, ну, немножко затронули тему Дня молодежи В этом году, 6 июля будут отмечать День молодежи Да Какие сюрпризы ждут, что интересного? Ну, в первую очередь мы отошли от традиционного формата Это мое было личное мнение, что формат устарел И не будет так таковой концертной программы Все-таки для концертов у нас есть другие праздники, да, там, День города, там, 9 мая, День России, День флага, Новый год Не так интересно подросткам стоять, там, несколько часов слушать определенных артистов Поэтому в этот раз формат фестиваля будет у нас осовременен тем, что это будет уличный фестиваль, да Сейчас молодежь это любит называть словом open air, но мы назовем это просто уличный фестиваль Где будут работать площадки, которые никогда раньше не работали Будут придуманы полностью новые интерактивные зоны, они будут полностью осовременены Мы отойдем от большого количества мастер-классов для детей Потому что в первую очередь День молодежи Это праздник для молодежи, куда должны прийти ребята в возрасте от 14 до 35 лет И хорошенько отдохнуть Так же будет у кинотеатра «Искра»? Да, это будет у кинотеатра «Искра» Безусловно, мы без музыки не оставим молодежь Приглашены три кавер-группы Но вот большого концерта не будет Будет именно фестиваль, который начнется в 17.00 Приглашаем, пользуясь случаем, всех желающих Обязательно 6 июля приходите Будет очень много зон Очень много активностей Скажем так, нетрадиционного формата Если раньше, мы помним, на День молодежи были соревнования по баскетболу По настольному теннису В этом году будет, например, вместо баскетбола Конкурс трехочковых И конкурс бросков сверху Будем делать шоу, по крайней мере, для детей А какие-то начинающие артисты Они имеют возможность выступить? На День молодежи Может, как-то раскрытие талантов Как раз прекрасная площадка Прекрасная площадка, но тем не менее Любой начинающий артист должен быть профессионален Обязательно У нас есть несколько заявок Мы их отсмотрели Скорее всего, один артист Получит возможность выступить Опять же на разогреве Но мы должны понимать Что День молодежи Ничем не отличается От такого же праздника, как День города Все должно быть четко Все должно быть профессионально Надо обкатывать любого молодого артиста Для этого есть очень много мероприятий Мы всегда открыты Мы всегда оказываем содействие Для танцевальных коллективов, которые новые появляются И для молодых артистов Но в большинстве случаев все-таки День молодежи Это такой действительно должен быть профессиональный праздник Это, наверное, отнести к творческому направлению Молодежной политики Что можете организовать какие-то концерты Для молодых артистов Которые только пробуют Просто есть мероприятия На которых действительно требуются Какие-то номера Какие-то выступления Какие-то песни И для того, чтобы не показывать жителям Одни и те же номера Которые мы видим регулярно Потому что есть там, да, устаканенный пул артистов В которых все уверены Которые профессионалы своего дела Можно разбавлять Эти не такие крупные мероприятия Да, есть же локальные мероприятия Да, там какие-то мероприятия в парке Мероприятия в сквере, сосенке У искры, да, там, если мы говорим У кинотеатра Не когда мы ставим большую сцену А просто локальная площадка Да, есть такие мероприятия Где можно действительно проверить молодых артистов И может быть он понравится и публике, и организаторам И он будет впоследствии выступать уже на больших арендах Но вы как-то помогаете? То есть к вам обращаются вот ребята Ну вот подростки К примеру, вот школьники К нам обращаются Вот недавно была открыта танцевальная студия Мы увидели их видеоролик Абсолютно случайно в интернете Связались с ребятами Ребята к нам пришли Мы сказали, что нам было бы интересно Чтобы они выступили у нас и на Дне молодежи И впоследствии выступали дальше Мне очень понравилось Я не видел еще ни разу видном направление по брейк-дансу А здесь есть целая школа Столько талантливых ребят Поэтому мы будем с ними стараться взаимодействовать Проведем для них отдельный фестиваль в будущем Есть ребята, студенты нашего вуза и колледжа Которые творчески хотят развиваться В музыкальном направлении Джаз, рэп, рейв Просто поп-музыка Которые хотят выступить И мы стараемся предоставить им возможность Мы не можем дать им сразу большую площадку Но на локальном мероприятии Например, которая ночь в парке Состоится 20 июля Там можно выступить Потому что любой формат там приемлем На каком-то еще другом локальном мероприятии Какой-то там праздник в сквере Тоже можно им выступить В принципе, любое уличное мероприятие Ребята обращаются Мы помогаем, чем можем им Вот вы рассказали про ночь в парке Тоже, да? Вот волонтеры, молодежное движение Будет как-то участвовать в организации В принципе, мероприятие Которое придумало Министерство культуры и туризма Оно в принципе направлено в большинстве случаев на молодежь Потому что оно такое вечерне-ночное Оно такое тусовочное Где опять будет задействовано большое количество волонтеров Где молодежный актив будет непосредственно организовывать это мероприятие Вести эту программу Придумывать активности Это в принципе все по большей части работ с молодежью Потому что давайте не забывать, что Мама и папа с детьми Они тоже молодежь Да, сейчас там в 30 и там в 35 лет Это мероприятие тоже для них Поскольку парк в большинстве случаев вместо семейное У нас получается совмещается и молодежь, и семья Поэтому мероприятие для молодежи, по моему мнению Должна, естественно, организовывать молодежь Она знает, что сейчас модно, что сейчас в тренде Что люди хотят видеть, что люди хотят слышать Что еще в программе? Какие-то, я не знаю, мероприятия Из-за, может быть, социальной направленности В ближайшее время? Регулярно наш волонтерский корпус Занимается сбором гуманитарной помощи В рамках акции «Доброе дело» Наверняка многие слышали про эту акцию Собираем ежеквартальную гуманитарную помощь Отправляем ее в распределительный центр в Балашиху Из Балашихи, соответственно, помощь уезжает на Донбасс Мы собираем гуманитарную помощь Как и для самих участников специальной военной операции Так же и для детей, подростков Которые находятся на Донбассе Про них тоже важно не забывать Они нуждаются в элементарных вещах Таких, как канцелярия, игрушки Может быть, какая-то одежда Предметы личной гигиены Волонтерский корпус На самом деле Я горжусь волонтерским корпусом Тем, что он находит время На то, чтобы прийти после школы После института, после колледжа Сформировать эти коробки Собрать, расфасовать Заклеить, расставить В этом плане ребята большие молодцы А где вы собираетесь? У вас есть какой-то штаб? Вообще, в принципе, улица Школьная, дом 17 Это отдел по работе с молодежью Где собираются у нас волонтеры Где мы общаемся Но для сбора гуманитарной помощи Мы, естественно, используем Подвальные помещения Учреждения культуры Потому что, как правило Очень много коробок Вот я помню, что за первый квартал Мы отправили 6,5 тонн гуманитарной помощи Это только от нашего отдела Сейчас собирается гуманитарная помощь Думаю, тоже где-то порядка 5-6 тонн Мы, в принципе, отправим И не забываем про социальную направленность Естественно, у нас есть много акций Как делай Россию лучше Где волонтеры выходят у нас И убираются в исторических местах Нашего города и округа в целом Есть адресная помощь волонтеров Где маломобильным гражданам Или ветеранам Мы помогаем с доставкой Каких-то габаритных вещей С доставкой продуктов Уборка по дому Мы же прекрасно понимаем Что бабушка В 80 лет не сможет снять шторы Их постирать Для этого к нам всегда обращаются Прибегают волонтеры И с удовольствием помогают таким людям Спасибо большое, Илья, за информацию Я напоминаю, что сегодня у нас В гостях был Илья Сенчуров Начальник отдела по работе с молодежью Управления по делам молодежи Культуре и спорту Администрации Ленинского городского округа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова